Моё имя Кем Йепсен, и я работаю для вас. Нужно бы задуматься, что журналисты тоже несут огромную ответственность за то, что они говорят. И когда они вменяют людям, что сейчас война, и нам нужно сейчас стиснуть зубы и терпеть, но те, которые это говорят, они к нам себя не относят. Они имеют в виду только нас, но не себя, и это нужно понимать. И я не один из тех, кто, стиснув зубы, будет терпеть. И я не поеду на Украину или в Россию, и там буду стрелять людей. Такого я никогда не сделаю. Я поражен, как двояко и лживо нам предоставляют информацию. Представьте себе, в Одессе официально погибло от 38 до 40 человек, они были сожжены. И мы напрямую во время этих событий через Фейсбук держали связь с врачом скорой помощи, который там работал. Мы сегодня поддержим прямую связь с этими людьми. И он прислал нам фотографии. И этот врач мне сказал, что ему не позволяли спасать жизни людей. И это важно. Кто ему не позволял работать? Это были фашисты, которые прикрываются с Киева, а Киев прикрывается с Берлина. Я могу сказать только одно. Это правительство потеряло мое доверие. Абсолютно потеряло. И все, все, кто поддерживают это правительство и думают, что я, стиснув зубы, буду терпеть, потеряли мое доверие. Я хочу пояснить, как нам преподносят информацию. Там погибли люди, и это как будто бы прорусские активисты сделали. Как будто это имеет какое-то значение. Это же для погибших не имеет значения. Погибли они от рук тех или иных, про или анти. Их убили. И мир наблюдал за этим, хотя они знали, что это фашисты. И фашисты фашистами останутся. Что тут можно еще обсуждать? В это время в Египте, и это вообще никого не интересует. В это время в Египте почти 700 человек смертной казни переговорили. И это нашу прессу вообще не интересует. Что это за двойные стандарты? Если вы хотите бороться за права человека и о их нарушениях сообщать, то обратите свое внимание на Египет. Но там же сейчас нечего взять. И поэтому можно почти 700 человек приговорить к смерти, и это никого не интересует. На этом примере видно. И это хорошо показывает настоящее лицо системы. Ценность человеческой жизни зависит от того, насколько хорошо ее можно использовать. Ее используют. И поэтому мы должны не позволить использовать эти жизни. Я был долгое время журналистом и остаюсь журналистом. Но когда-то нужно решать стать активным. Чтобы больше не произошло того, что потребовал Йохан Фридрих в программе «Темы дня». Он сказал, что журналист не должен принимать чью-либо сторону, даже сторону добра. И это правильно. Но это только в том случае верно, если кто-то другой за него это делает. Но если этих людей все меньше, то журналист должен это делать. Потому что в этом случае он гражданин. Он гражданин. И тогда он не может больше себя оправдывать тем, что он же журналист, и поэтому не мог ничего сделать. Даже если я отдам свое удостоверение журналисту, то я остаюсь гражданином. Но я не только гражданин. Я еще и отец. И я не хочу, чтобы мои дети или дети других людей в униформе опять были посланы на Восток. И потом наблюдать, как обратно возвращается только их тела. Я борюсь против этого. Я борюсь против этого. И это еще как меня касается. Еще как. И нельзя говорить, это же не твои дети. Нет, это мои дети. И это тоже мои дети, которые каждые пять секунд умирают в Африке. Если в Европе призывая солдата на службу, это в любом случае мои дети. Это мои родственники. И я не могу позволить послать моих родственников на войну. А сейчас я хочу обратиться лично к тем, кто будет должен начать этот бой. Ты же солдат. И ты знаешь абсолютно точно, что будет происходить с тобой в следующие дни и недели. Ты один из этих полицейских, которые должны будут это сделать. Ты же гражданин. И ты тоже отец. Не участвуй в этом. И мы тебя поддержим, если ты дезертируешь. Мы поддерживаем тебя. Мы спрячем тебя. Ты можешь уехать. Ты можешь прийти ко мне. Я не буду судить тебя за то, что ты был не готов убивать людей на Украине. И для нас ты будешь героем современности в военной форме. И так же, как мы поддерживаем журналистов, отказавшихся потакать власти. Так же мы должны поддерживать и солдат, и генералов, и полицейских, которые больше не готовы на 1 мая бить людей только потому, что ему сказали, мы сейчас должны это сделать, потому что приказ пришел с самого верха. Мы все граждане, и в форме, и без униформы. И мы остаемся гражданами, когда мы идем в душ. Мы остаемся гражданами. И если твой генерал или твоя армия тебе приказывает совершать дела, которые противоречат основному закону, потому что он говорит, я перенимаю за тебя эту ответственность, в этом случае вспомните эксперимент Мильгрэма. Никто не может взять на себя твою ответственность. Ты отвечаешь за это. И ты нажимаешь на курок. Ты должен будешь стрелять по женщинам и детям. И ты должен потом с этим жить. У тебя будет военный синдром, и ты должен потом всю жизнь притворяться, как будто ты ни о чем не знал. Но когда все станет известным, ты будешь сидеть в тюрьме, мой друг. Тебя объявят военным преступникам и докажут, что именно ты отдал приказ стрелять. И те, кто все это организовали, они попадут гарантированно в следующее правительство. И это ты должен понимать. Подстрекатели и настоящие преступники, они всегда попадают в следующее правительство. И без такого правительства я могу обойтись. Я не знаю. Не знаю. Может, мы уже и опоздали. Но я знаю, что нас должно становиться больше. Мы же можем себе представить, что случится, если на Украине начнутся боевые действия. Я цитирую. Если потребуется, то существует возможность применения тактического вооружения. Что это означает? Это не будет так, как это тогда было в Чернобыле. Но это спровоцирует волну беженцев. Люди придут в Европу. А что же мы будем делать? Мы будем бежать в супермаркеты и закупать продовольствие и консервы. И убегать. Но об этом уже и другие подумали. И это не выход. Если мы сейчас имеем дело с людьми, которые серьезно подумают развязать войну, в которой тактическое оружие будет использоваться, и об этом уже подумывают. Ведь для этого у нас и есть это оружие. Ведь у нас оно не просто так. Оно у нас на случай икс, который, я надеюсь, не наступит, чтобы их применить. И люди, которые это оружие производят и хранят, для того, чтобы использовать против людей, не имеют права нами руководить в 21 веке. Вы ходите массово на улицы и не позволяйте себя отвлечь какими-то там спортивными событиями. Мир намного важнее. То есть без мира все остальное не имеет никакого значения. Почему? Я должен платить налоги, которые потом инвестируются в войну, которые направлены против меня же. Хотя я этого вовсе не хочу. Я думал, демократия – это власть народа, людьми из народа, для народа. Но народ не хочет войны. Но кто-то деньгами народа разжигает ненависть и готовит народ к войне. Что-то не так в этой демократии. Или, точнее сказать, это вообще не демократия. Здесь представляется интерес индустрии. И эти интересы, неважно, с какой стороны на них смотреть, если они основаны на экономическом росте, они всегда имеют смертельные последствия. Давайте рассмотрим тему дефицита ресурсов. На этой планете производится бесконечное количество продуктов питания, которых хватило бы на всех. Но это только тогда выгодно и стабильно, если организовать дефицит на рынке. И кто-то не получит ничего для того, чтобы удерживать высокую цену на зерно. И это возможно только посредством дефицита. Ты должен понимать, что тебе продают то, чего недостаток. И ты на той стороне, где ты можешь немножко этого получить, только потому, что в третьих странах этого людям не досталось. Но сейчас уже это и в Европе. В этой стране и в Европе перераспределяют. И, конечно, это так, и при капитализме это нормально. Но кому же выгодна война на Украине? Война всегда выгодна, выгодна тем, чей материал там используется. И это военная промышленность. Немецкая военная промышленность занимает третье место в мире. Но мне она не принадлежит. У меня нет там акций. Это мне не приносит выгоды. Но есть немецкие фирмы, которые на этом зарабатывают. Чтобы эти фирмы не бросались в глаза, их называют машиностроением. Машиностроение. Но эти машины же строятся для того, чтобы убивать людей. Это то, чему нас научила Первая и Вторая мировая война? На немецкой земле никогда не должно быть больше войны. Но немцы должны в любой войне, неважно, где обязательно участвовать. Они же все заврались. И мы должны этих людей, и их всего 80 тысяч в Германии, которые работают в этой машинной индустрии. Им должны мы дать шанс, чтобы они могли уйти из этого машиностроения. Чтобы они могли работать над альтернативными источниками энергии. Развивали это направление. И чтобы освободить мультимиллионеров от обязанности обеспечивать нас атомной энергией. Или пусть занимаются чем-то еще. Лишь бы они не работали в этом машиностроении. Мы должны расширять наше движение. И наши демонстрации проходят уже в более 30 городах. Они проходят и в Австрии, и в Швейцарии. И нас воспринимают всерьез. Я получаю письма из России, и я получаю письма с Ближнего Востока. Нас переводят уже на различные языки мира. И люди там понимают нас. И не во всех СМИ нас вырезают. Там люди тоже осознают, что мы и они имеем что-то общее. Мы все народы. Мы все люди. И мы не должны позволить нас разделить. Мы говорим все на одном языке. В нас течет одна кровь. И мы все хотим быть счастливы. Причем в мире. И это нас объединяет. И об этом мы должны всегда помнить. И не важно, кто и против кого нас хочет настроить. Не участвуйте в этом.